Когда Змеелов из Квинсленда обнаружил на теле этой маленькой черной змеи белые точки, он сразу же понял, с чем предстоит иметь дело. Посмотрите, как аккуратно он протыкает кожу рептилии иголкой, подсыпляет что-то, начинает тянуть и... тянет, и тянет, и тянет, и еще немного тянет. Нет, серьезно, сколько можно? Да вытащи-то это уже! Извините, что-то я увлекся. Существо, которое вытягивает Змеелов, это разновидность ленточного червя. Обычно паразиты вредят своему хозяину, забирая, ну, например, какие-то полезные вещества. Но змеи в этом плане совершенно уникальные животные. Им удалось установить с червем, который живет внутри, особенные отношения. Какие? Сейчас расскажу. Видите это? Посмотрите внимательнее, потому что именно так выглядит паразит, которого извлекают из тела змеи. Она действительно делала все возможное, чтобы как-то переварить его, но... не удалось. Людям пришлось удалить часть змеиного... я так думаю, это не пищевод, а часть мягких тканей, внутри которых засел паразит. Если разбирайтесь в змеиной анатомии, поправьте меня в комментариях. Вот на этом фото можно увидеть кончик самого червя. Он показывается лишь на мгновение, а затем снова прячется внутри мягких тканей. Даже извлеченный из паразит все еще жив, поэтому фрагмент змеи время от времени подергивается. Заметить это сложно, но как только получается, хочется воскликнуть. То есть мне захотелось. Вам нет? Ладно, это не то чтобы вопрос первостепенной важности. Для начала давайте выясним, как черви вообще попадают внутрь змеи. Да еще живут прямо под кожей. Вспомните змею из Квинсленда. Паразит практически торчал между ее чешуек. На самом деле тут все довольно банально. Змеи заражаются разновидностью ленточного червя, когда поедают зараженных животных. Ящерицы, лягушки, жабы и даже тараканы могут переносить паразита какое-то время, прежде чем их съедят змеи, даже не подозревая, что в их ужине была дополнительная начинка. Вообще черви довольно распространены в качестве паразитов. Некоторые из них живут в змеях в течение длительного времени, но становятся смертельными только в том случае, если попадают в жизненно важные органы. Из десяти змеи, вероятно, они будут у двух или трех, а это довольно много. Но так в принципе работают ленточные черви. Они встречаются у всех отрядов рептилий, кроме разве что крокодилов. То есть у крокодилов тоже, но гораздо реже, потому что, не знаю, крокодилам больше везет. И, конечно, сами черви тоже бывают разных видов. Конкретно наш не вредит змеям, потому что является промежуточным паразитом. Это значит, что червь использует змею как транспорт, чтобы добраться до своей цели. Что-то вроде поезда, даже форма совпадает. Не синкансен, конечно, но все равно быстрее, чем если бы червь передвигался своим ходом. Но иногда происходит нечто гораздо более странное. Змея проглатывает чужого паразита. То есть такого, который предназначен для другого животного и который совершенно точно не собирался в этой змее никуда ехать. Делает она это опять же с едой или вообще случайно. В таком случае червь неожиданно оказывается заперт внутри змеи. Представьте, что вы сели не в тот поезд, но не можете просто так с него сойти, потому что, не знаю, двери заедают, а снаружи метель, метеоритные дожки, плотоядные капибары. Короче, вообще неподходящая для жизни обстановка. В итоге червь просто ползает туда-сюда по телу змеи, чаще всего прямо под кожей, и надеется, что когда-нибудь она высадит его в удачном месте. Цель червя подрасти и отложить яйца так, чтобы они оказались вне змеи, а потомство, так сказать, получило лучшую жизнь и какого-нибудь нормального носителя. Длиться все это может бесконечно долго, вплоть до самой смерти червя. А жить взрослые ленточные черви могут по 30 лет. Для сравнения, змеи в среднем живут по 10-20 лет. Чтобы выжить, существо забирает у носителя минимальное количество ресурсов. Но так как оно эволюционировало, чтобы жить мирно с хозяином, в итоге черви вырастают настолько маленькими, что почти не мешают змеям жить. Здоровая змея с паразитом внутри может разве что похудеть на пару грамм, но вряд ли это заметят. То есть молодая особь, проглотив червя, может провести с ним всю свою жизнь. Получается очень странное соседство, которого никто не выбирал. А вот с нездоровыми змеями все обстоит несколько иначе. Слабые и больные змеи не могут вынести присутствие этого червя у себя в организме. Как-никак, ресурс он все-таки отнимает, пусть и небольшое количество. Когда тебе и так нужно восстанавливаться, здоровье особенно важно. Поэтому ветеринары обычно вынимают червя, если считают, что существо мешает змее поправиться. В остальных же случаях проще не заморачиваться и оставить червя жить своей жизнью. И да, если все-таки было принято решение удалить червя, его обязательно нужно достать целиком, иначе какой-нибудь фрагмент сможет выжить и размножиться. На всякий случай уточню, эксперты не рекомендуют никому оперировать змей дома. Если у вашего питомца проблемы, отвезите его специально обученному человеку. Он не только сделает все аккуратно, но еще и точно достанет червя целиком, потому что длина у этого паразита может точно отличаться. На видео, которое мы вам показали, червь где-то, ну, сантиметров 15. Вроде бы немного, да? А потом ты узнаешь, что длина змеи-хозяина составляет всего 30 сантиметров. И внезапно оказывается, что червь вообще-то гигантский. Как если бы в человеке жило нечто в половину его роста. Не хочу это представлять. И вам не советую. Потому что бывает еще хуже. Самые крупные черви внутри змей могут вырастать аж до 30 сантиметров, а длина самых маленьких не превышает миллиметра. Окей, с размерами разобрались. С путями доставки в змею тоже. Самое время поговорить о цикле жизни, и, боюсь, даже с мелодией из Короля Льва это не будет звучать приятно. Итак, гекконы, сцинки и лягушки обзаводятся паразитом, когда проглатывают его яйца. После вылупления уже внутри носителя незрелые ленточные черви мигрируют из кишечника промежуточного хозяина и перемещаются в различные ткани организма, в зависимости от рода, к которому принадлежат. Незрелый ленточный червь проникает в ткани промежуточного хозяина, обрастает там кистой и потихоньку развивается до следующей стадии. Тут-то его и проглатывает змея вместе с временным носителем. Разновидностей ленточных червей настолько много, что рассказывать про них как-то обобщенно очень сложно. Некоторые стадии развития разных видов могут противоречить друг другу. Плюс у всех разные представления об идеальных хозяевах, плюс... Короче. Давайте остановимся на одном конкретном виде. Называется он спирометра реночею-уропой. Именно его можно найти под кожей у змей. В течение жизни эти черви могут сменить аж трех хозяев, и остановки будут выглядеть так. Ракообразная рыба млекопитающая. Тут подойдет и мышь, какой-нибудь примат, но конечная цель червя – люди или крупный домашний скот. Внутри большого хозяина червь может вырасти до длины нескольких метров, но внутри змеи развернуться особо негде, поэтому паразиты получаются довольно компактными. Но вот что интересно, несмотря на то, что змей на планете огромное количество... Сколько, Стив? Стив говорит, больше трех тысяч видов. Так вот, несмотря на это и то, что они живут буквально повсюду, змеи с их паразитами до сих пор нормально не изучались. Только около половины всех известных видов змей в США и Канаде когда-либо проверялись на наличие паразитов. А ведь эти существа могут многое рассказать исследователю о диете вида хозяина, хищниках, среде обитания, угрозах и поведении. Но с изучением змей у ученых в принципе есть кое-какие проблемы. Довольно сложно исследовать того, кто все время маскируется. Диких змей очень трудно найти и отследить. Трудно понять, как черви меняют поведение своих хозяев или влияют на их здоровье в течение жизни. Есть несколько методов отслеживания отдельных змей путем имплантации им датчиков, но это долго, тяжело и дорого. Само собой, это не значит, что ученые вообще не интересуются змеями. Да и не ученые тоже. Эта статья была опубликована в журнале Nature аж в 1898 году, в августе, если быть совсем точными. Обыкновенный уш длиной около 61 сантиметра, который жил в неволе, не питался в течение трех недель. Когда змее дали очень крупную лягушку, добыча была проглочена сразу, самым обычным образом, то есть начиная с задней лапки. Процесс проглатывания не был быстрым, и примерно через полтора часа лягушка погрузилась в тело змеи где-то на треть. Затем, когда со змеей стали играть и в принципе контактировать, комок начал быстро двигаться вверх к голове змеи. Рот открылся, и оттуда выскользнула лягушка. Прошло несколько часов с момента проглатывания, лягушка была довольно странного цвета и не очень счастливого вида, но вполне способная прыгать, пошатываясь, возможно, ругаясь на лягушачьем. Для амфибии заключение без воздуха в течение нескольких часов могло бы пройти и безболезненно, если бы не желудочный сок. В итоге, когда ужа вновь оставили наедине с лягушкой, змея вновь проглотила свой слишком живучий обед. На этот раз уже окончательно. Когда Стив прочел эту статью, нам стало интересно, а как долго животное внутри змеи может оставаться живым. При условии, конечно, что оно было проглочено живым. И от чего погибает? Большинство змей убивает свою добычу прежде, чем съесть ее. Они делают это с помощью яда, либо же используют известный трюк с удушением. Связано это с тем, что живая добыча, сопротивляясь, может повредить внутренности змеи. То есть съедать живьем ее просто небезопасно. Однако есть некоторые виды, которые не заморачиваются и предпочитают глотать добычу побыстрее, пока никто другой не отобрал. Это в частности подвязочные змеи, американские змеи и травяные ужи. И у всех этих ребят есть оправдание. Просто они поедают безопасных жертв, таких как рыбы, дождевые черви, насекомые или лягушки. Вся эта добыча беззащитная и не может причинить змее ущерб, даже если будет очень активно дрыгаться. Нельзя назвать происходящее внутри змеи жизнью, потому что смерть после проглатывания наступает в течение пары минут. Но от чего? Итак, добыча выжила после попадания в пасть хищника. Что происходит с ней дальше? Хотя некоторые могут утверждать, что сильных сокращений пищевода змеи достаточно, чтобы раздавить кого угодно, но у вас когда-нибудь случалась рвота? Извиняюсь перед всеми, кто сейчас ест, конечно, но все же наверняка видели практически неповрежденные куски пищи, которые выплюнул человеческий организм. Это довольно наглядная демонстрация того, что сокращений пищевода недостаточно, чтобы раздавить пищу. Они подходят только для того, чтобы протолкнуть ее ближе к желудку. В желудке с причиной смерти все довольно очевидно – желудочная кислота. Вот только действует она совсем не так, как любят представлять в кино. Скорее всего, благодаря сфинктерам желудка внутри практически нет воздуха, пригодного для дыхания. Поэтому такая среда приведет, скорее всего, к тому, что животное, дышащее воздухом, потеряет сознание и умрет относительно быстро. Желудочной кислоте же потребуется гораздо больше времени, чтобы переварить кожу или другую внешнюю оболочку жертвы, до такой степени, чтобы нанести вред жизни. Даже если рыбу проглотят живьем, высокое содержание кислот в желудочной кислоте и низкое содержание кислорода сработают по схеме выше. Рыба погибнет от удушья. И только у животных, которых эволюция научила потреблять минимальное количество кислорода, есть крошечный шанс на выживание. Так, пару лет назад люди засняли кадры, как из заднего прохода жабы выползла странная, похожая на червя-змея. Через несколько часов после этого путешествия она погибла по непонятным причинам. Однако выползти она смогла как раз потому, что была приспособлена к жизни без кислорода. Эта слепая змея обычно живет под землей, где, как несложно догадаться, кислорода не так много. Да и темно, в общем, так же, как и у жабы в... внутри. А теперь скажите честно. Зная все это, у вас возникла мысль, интересно, что будет, если запихать живого человека внутрь анаконды? Если да, то вы по какой-то причине не одиноки. В 2014 году на канале Discovery вышло амбициозное телешоу, создатели которого собирались проделать именно это. Отправить человека внутрь самой огромной змеи на планете живьем. В том, что анаконда способна проглотить человека целиком, нет ничего особенного. Они действительно такое могут. Тем не менее, люди в подобных ситуациях обычно мертвые, поэтому съемке эпизода предшествовала долгая подготовка. Нужно было продумать кучу мелочей, сделать защитный костюм. Никто и никогда не решался на что-то подобное. Мир ожидал нечто сенсационное. Сами понимаете, рекламная кампания у телешоу была просто фантастической. Многие даже отнеслись к задумке скептически, как оказалось, не зря. В процессе исполнения трюка анаконда действительно напала на ведущего, как и ожидалось. Однако проглотить его ей так и не дали. Трюк прервали из соображений безопасности, а в эфир попали только кадры того, как анаконда сжимает человека. Выпуск телешоу посмотрели эксперты по змеям и ученые, и, естественно, у них нашлись комментарии. Мы насчитали аж семь пунктов, почему этой безумной задумке было не суждено сбыться. Во-первых, несмотря на то, что анаконда – самая большая змея на планете, ее длина редко превышает 6,7 метра. А значит, найти такую особь, чтобы она смогла и захотела проглотить человека, невероятно сложно. Обычно самая большая добыча, которую может съесть анаконда, составляет около 30% от ее массы. Для самой большой из когда-либо найденных анаконд, длиной около 8,8 метра и весом 250 кило, взрослый человек мог бы стать обедом. Но такие крупные анаконды встречаются крайне редко. Во-вторых, даже если самая крупная анаконда способна проглотить взрослого мужчину, змеи обычно не едят ничего шире самой большой части своего тела. Поскольку у человека широкие плечи, особенно если они укреплены защитным костюмом, он сразу выглядит максимально неаппетитно. Плечи людей гораздо шире, чем у животных, которыми обычно питаются эти змеи. Потому что это грызуны, олени, пекари, капибары, топиры, черепахи, кайманы. Попытка проглотить взрослого человека вряд ли будет успешной, и змея просто сдастся. В-третьих, анаконда принадлежит к тому виду змей, которые привыкли убивать добычу перед заглатыванием. И она не будет делать для ведущего исключения, просто потому что тут включили кучу камер. Она сдавливает несчастное животное своим телом до тех пор, пока оно не перестает дышать, а значит и мешать обеду. И вот тут-то и кроется проблема, которая приостановила эксперимент. Чтобы справиться с пищевыми привычками анакондой, костюм должен был выдержать постоянное давление, чтобы ведущий выжил, но прочности не хватило, мужчина начал жаловаться на боль и пришлось остановить сдавливание. Естественно, после такого змея вообще отказалась есть человека. В-четвертых, даже если бы змея, несмотря на предыдущие, но все-таки проглотила ведущего, достать его было бы реально сложно. Из-за зубов. Они у анаконды загнуты таким образом, чтобы удерживать добычу и, скорее всего, повредили бы костюм. Вместе с ведущим. В-пятых, проблема в шевелении. Когда тебя глотают, невозможно не шевелиться, и это наверняка заставило бы змею снова сжать жертву. А сжать, как мы помним, не дают. И это еще один повод отказаться от трапезы, даже когда тебе предлагают супераппетитного ведущего в змеезащитном экзоскелете. В-шестых, не совсем понятно, как они собирались вытаскивать человека из анаконды, потому что анаконды обычно крайне неохотно расстаются со своим обедом. Чтобы выплюнуть что-то, что ты только что долго и упорно в себя засовывал, нужно потратить много ресурсов, которые ты уже потратил, не говоря уже о потенциальном вреде здоровью. И, наконец, в-седьмых. Когда змея заглатывает очень крупную добычу, к которой относился и ведущий, ее пищевод растягивается до такой степени, что становится тонким, как бумага. Живой человек почти наверняка повредил бы его, особенно если учесть защитный костюм и тело движения. И все это очень похоже на жестокое обращение с животными, потому что змея от происходящего явно не в восторге. Даже эксперты отказались курировать процесс, решив, что в нем ноль образовательной пользы. Сплошные сенсации. Короче, давайте просто порадуемся, что съемку прервали, а анаконде удалось покинуть площадку живой и невредимой. Ну а мы получили ответ на важный вопрос. Нет, человек не может выжить внутри змеи, потому что просто не попадет туда живым. Конец. Ладно, не конец. На самом деле, не только анаконды способны проглатывать добычу ни жуя. Это умеют делать и питоны. И с помощью рентгена удалось увидеть, как темный тигровый питон расправляется с обедом размером с аллигатора. И этот обед, собственно, аллигатор. Оба этих животных – грозные хищники, находящиеся на вершине своих пищевых цепочек. Но голодный питон – это голодный питон. Ученые обнаружили, что после кормления тело питона длиной 1,4 метра прошло через серьезные изменения, чтобы справиться с едой такого размера. Его органы быстро изменили размер и начали функционировать намного быстрее, чем в состоянии покоя. Сердце змеи увеличилось на 40%, а поджелудочное – вообще на 94%. Размер печени подрос более чем вдвое, и так со всем остальным. Чтобы переварить вот это вот все, питон наполнил свой тонкий кишечник мощными ферментами и кислотами. Метаболизм разогнался до каких-то нереальных скоростей. В процессе пищеварения питону пришлось бороться с газами, потому что аллигатор, как вы помните, был проглочен целиком. Целиком – значит с бактериями в кишечнике, которые вызвали гниение добычи. В итоге аллигатор начал раздуваться и раздувать питона. Но судя по снимкам, всего за три дня тело аллигатора уже начало разрушаться. К четвертому дню большая часть мягких тканей и часть костей переварились, осталась только жесткая кожа и скелет, которые отправились в толстую кишку, где переваривание продолжилось. Через шесть дней почти весь аллигатор длиной 50 сантиметров был разломан, а к седьмому дню переварен полностью. Никаких следов не осталось – кишечник, а вместе с ним и остальной питон вернулись в нормальное состояние. Но самое интересное, что по словам ученых, питону было проще переваривать аллигатора, чем каких-нибудь крыс или голубей. Наверное, потому что тут ему приходится тратить свою энергию на что-то действительно стоящее. До скорого!